Приветствую вас, мои хорошие, приветствую вас на канале в гостях у Заводчика Корги. Весь день вы меня тормошите с арестом этого дурова Павла, основатель, так сказать, основатель и владелец проекта Телеграм, сегодня был задержан в аэропорту Франции. Ну и весь мир на ушах, поскольку вот есть информация, что у этого Телеграма практически миллиард, миллиард пользователей. Обалдеть. Неожиданно, если честно, миллиард. Не миллион, а миллиард. Ну хорошо. Собственно, сегодня я в 7 утра в Телеграм-канале в гостях у Заводчика Корги ответила сразу одной фразой на все вопросы. По большому счету не на все, но как бы все понятно становится. Прямо утречком раненько кинула я быстренько на его глазки, ну мои хорошие. Но он не задержан в аэропорту. Он сдался, он сдался властям, можно сказать, в аэропорту по определенной договоренности. Прекращайте. Никто никого не арестовывал или там вылавливал. Нет. Это было его обдуманное решение. Но у меня не было времени больше рассматривать эту ситуацию. Я еще, правда, посмотрела вопросик, а даст ли он, ну пойдет ли он на сговор с французскими спецорганами, спецслужбами. Да, да. Именно на таких условиях он и сдавался, собственно говоря. Так что пойдет он, конечно же, он пойдет на сотрудничество, сделает там то, что от него хотят. Хотя там есть момент украденного оружия, там есть момент хитрости определенной. Но, тем не менее, пойдет, конечно. Но есть много вопросов. Есть много вопросов, остаются вопросы, поэтому давайте все-таки разберемся. Итак, основатель и руководитель мессенджера Телеграм Павел Дуров. Кстати, мои хорошие, вы помните, только вчера я вам говорила, присоединяйтесь к моему Телеграм-каналу в гостях у заводчика Корги, пока его не закрыли. Вот вечно как ляпну. Но пока не закроют, наверное, скорее всего. Пока не закроют. Ну, он идет на сотрудничество, поэтому не закроют. Так, ну что, продолжаем. Основатель и руководитель мессенджера Телеграм Павел Дуров приехал во Францию, власти которой выписали ордер на его арест. Дуров был задержан полицией в аэропорту Лебурже, сообщили французские СМИ. Лебурже. Лебурже. Красиво, да? Лебурже. По их данным, правоохранительные органы Франции считают Телеграм рассадником преступности и недовольны отказом Дурова жестко модерировать контент и сотрудничать с властями в раскрытии информации о пользователях, подозреваемых в распространении наркотиков, детской порнографии и мошенничестве. Вот такие вот дела. Ну, вот, то есть Дуров, Павел Дуров, такой импозантный, интересный, да, считает, что он выше закона, что его бизнес, его проект может оставаться вне закона. Но так оно не бывает, Павел Дуров, так оно не бывает. И сколько бы он там не распространял свое, а вы, кстати, в курсе, да, он 100 порций своей спермы распространил по миру и оплодотворил, так сказать, 100 женщин. Ну, захотелось ему стать таким отцом-героином, да. В общем, такой мужчина, да, интересный, интересный, любопытный. А вообще, женщины в курсе, что они рожать-то будут не от этого, вот как он выглядит сейчас, Павла Дурова, а от того, как он выглядел до серии пластических операций. И дети-то будут вообще-то, ну, ну, такой, ну, ладно, ладно. Ну, зато, зато наследство, наверное, большое, да, получит, возможно, через суд. Ой, ну что, ну, давайте посмотрим, давайте посмотрим. Вообще, я вам что скажу, исходя из того, что я буквально кинула чуть-чуть утром, раненько утром, 7 утра, или вообще полседьмого, ну, прям рано-рано, то тут как бы переживать за Павла Дурова не приходится. Скорее, можно быть за него спокойным, поскольку, скорее всего, Павел просто заигрался, заигрался с российскими спецслужбами, понял, что он уже не выруливает уровень, что ситуация выходит из-под контроля, и он просто все потеряет, соответственно, надо что-то делать, надо что-то делать. Ну, есть вопросы, да, все-таки конкретные, давайте посмотрим расклад. Хотя я вам, в принципе, уже, наверное, тему рассказала. Ну, что там, там, там все шито белыми нитками. Ну, для меня, по крайней мере, все сразу, все понятно. Ну, давайте, карты, это же интересно, да? Давайте, давайте. Павел Дуров. Так. Павел Дуров. Ну, давайте разные красивые вопросы. Вот здесь его глаза. Такие глаза. Павел Дуров. Ой, носик исправленный вижу, да-да-да. Губки исправленные. Ой. Да, ну, хорошо. Павел. О, какой браслет красивый. Ой, обалдеть. Слушайте, реклама вышла. Такой красивый сбоку браслет. О, дорогой. Что, браслет? Подожди. Не, ну, и подожди, девочки. Ну, надо браслет посмотреть. Сейчас. Сейчас, секунду. Дуров никуда от нас не убежит. А, это каблучка. Каблучка желтого-то белого золота с сапфиром. А, я думаю, что такая красивая. Гарно. Ну, ладно. Так, давайте про Дурова все-таки. Так. Ну, хорошо. Итак, арест во Франции. Арест во Франции. Какие причины? Почему арестовали Павла? Задержали, да? Задержали Павла. Почему тебя задержали? Почему тебя задержали? Какие причины? Какие причины? Так. Давайте еще одну. Причина. А вот теперь смотрите, то, что я вам говорю. Видите? В собственном доме, в его собственном доме, определенные по Луне страхи, неуверенность, страхи, связанные с иерофантом. С неким иерофантом по его работе, связанной с его деятельностью, какой-то работой в его проекте. В собственном доме страхи, связанной с иерофантом. С иерофантом. В смысле, с Путиным, что ли? Типа а-ля. Давайте так. Я бы сказала, с большой семьей, финансовой семьей, денежной семьей, денежными отношениями, большими деньгами. Вот так. То есть, это как бы не одна личность, скорее, да? А, возможно, это идет угроза от некого иерофанта, но по факту это касается, как бы, десять пентаклей. Да, десять пентаклей. Вот такая семья, вот такая вот пентакливая семья. Да, и хлопоты с ним связаны, и это уже хлопоты из прошлого, это хлопоты, которые тянутся уже давно. Так, ну понятно, был у него в собственном доме страх, да, страх за свою работу, за свой проект. Так, а почему же его арестовали? Ну, боится, ну понятно, почему арестовали? Ну, потому что он сохраняет свои интересы, понимаете? Где вы тут видите прямо какой-то страшный суд? Он сохраняет интересы свои, он сохраняет свои интересы. Смотрите, страх потерять, ну, страх потерь, потерь, ну, денежных потерь, финансовых, здоровья, ну, жизни даже, возможно, страхи. И попытка разрулить эту ситуацию, попытка разрулить ситуацию. Вот один в один, у меня сегодня, знаете, что падало, говорю, по какой причине ты вообще поперся во Францию, если ты понимал, что тебя арестуют? Он же понимал, не дурак, выпадало то же самое. Здесь, видите, вот так страх потерь, там девять пентаклей было и король пентаклей, извините, девять мечей и король пентаклей, видите, то же самое, да? Страх за, ну, за свой капитал, за свое дело, за свою материальную заинтересованность, опасения, большие страхи. То же самое. Он, по сути, во Франции нашел, ну, в какой-то степени спасение. У него была информация о неком тупике. Он получил информацию о неком тупике, о трансформации. Ну, скорее всего, его ставили перед фактом. Его ставили перед неким фактом. Он получил информацию о неком факте, что ничего у него не получится, у него нет вариантов, ему придется что-то трансформировать, что-то перевернуть, что-то, ну, например, сдать телеграмм Кремлю, например, да, например, вот, или отдать под контроль, или вот что-то, мало ли, может, материальную часть, там, может, всю информационную. Так или иначе, он должен был трансформировать, да, ну, по сути, лишиться какой-то степени своего дела. Он рисковал лишиться своего дела. Ну, и по большому счету, возможно, рисковал и лишиться здоровья. Я думаю, его не угрожали убить, но ставили перед фактом, что тебе придется отдать. Отдать тебе придется за недорого, видимо, под контроль Кремля. Возможно, у него хотели купить за 10 копеек. А как у него, слушайте, это же у него был этот ВКонтакте, тоже его, да, а потом у него, типа, купили. Я просто, слушайте, я вот это вообще ничего не знаю, ну, мне это неинтересно, вот эта тема. И ВКонтакте-то меня, так когда-то я делала это, ну, быстро ее закрыла, я думала, боже, какая фигня этот ВКонтакт. Это было, ой, 100 лет назад, в общем. А это же ему принадлежало, да? А потом у него выкупили, да, вроде как. А ну, напишите, кто знает эту историю? Я так понимаю, забрали у него за дурняк, да, вот прямо за копейки, видать, в общем, добровольно-принудительно. Вы знаете, вот у него реально хотели трансформировать, да, поставить его в безвыходную ситуацию. Он получил про это новость. И, соответственно, в этом страхе он отправился во Францию. Почему? Потому что во Францию он может отправиться, поскольку у него вообще-то гражданство, да. Это единственный такой вариант, где четко, спокойно Россия никак не может воздействовать на Францию. Он является гражданином, все четенько. Такая идеальная позиция сбежал, сбежала из Венца, от Венца, от Венца, из Венца. Да? Откуда сбежала? Принцесса сбежала. Вот принц сбежал из Кремля, от Кремля, от Кремля, да. Он же в России тоже не ходок. Правильно делал, конечно, правильно делал. Вы понимаете, он же не зря в Россию не ходок, да, а жил там где-то там в Эмиратах или где он жил. Именно по той причине, что он понимал, что ничего хорошего там его в России не ждет, да. Но при этом нужно понимать, что, скорее всего, он шел на сговор совестью в определенной степени относительно Кремля. Потому что Кремлю было за что его, ну, схватить, так сказать, да, за бубенчики. И было чем шантажировать, было чем на него влиять. Были у него серьезные свои какие-то зависимости от Кремля. Его, соответственно, взяли за одно место и поставили в положение, будешь стоять раком и не шевелиться, да, и получай удовольствие. Вот и все. Просто он, он просто сбежал, потому что это единственный вариант, где вот, исходя из его ситуации, Кремль его сейчас относительно более-менее не достанет. Вот и все. Ну, хорошо, вот давайте, давайте так, вот зачем он полетел во Францию? Давайте. Павел, зачем ты полетел туда вообще? Зачем? Зачем ты полетел во Францию? Зачем? Смотрите. Он, смотрите. Он полетел, как, понимаете, как в свой дом практически. Понимаете? Вы видите? Смотрите, зачем он полетел? За жизнью, за своей, за жизнью он полетел, за новой своей жизнью. Я, смотрите, четверка. Ну, вы понимаете? Вот зачем он полетел во Францию? И почему его арестовали, мы смотрим, да, потому что ему реально были угрозы от Иерафанта в его собственном доме. Поэтому он выбирает новый дом. Он выбирает новый дом. Даже если это довольно грозно звучит, сейчас там обвинения, там, и участие в наркоторговле, ну, косвенно, тем не менее, участие. И участие, получается, там, детское, наверное, нельзя это слово говорить в Ютубе, да, фотографии нехорошие. И разные, 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 вы, ну, понимаете? Я считаю, что действительно, что действительно косвенно, действительно, дура виноват в этом. Ну, вот смотрите. Давайте на таком самом простом примере. Вот у меня мой канал Ютуб. Ютуб, и если бы на моем канале в комментариях некие люди начали по-тихому, ну, например, если бы их не могли читать все подряд, ну, например, была бы функция закрытых комментариев, да, и люди начали по-тихому торговать запрещенными препаратами, торговать чем-то ужасным, да, какими-то там снимками, заниматься, давайте так, заниматься противозаконной деятельностью, противозаконной, которые, ну, то есть, все человечество принимает это, да, как противозаконная деятельность, ну, вообще. И вот это бы происходило на моем канале, а я бы это понимала, знала, могла бы на этого сделать, я же могу заблокировать, я этим активно занимаюсь, я могла бы это сделать. Но, я бы такая остановилась в позу, принципиально не буду модерировать, люди, значит, свобода слова у нас, у нас свобода слова. Какая свобода слова у нас? Какая свобода слова? Да у меня только там, скажи какую-то где-то что-то, правильно, Дима, и сразу понос, и сразу в блог, и даже на том же телеграм-канале я развожу конфликты, разных скандалистов убираю, да, которые там вдруг появляются, я уже не говорю за ютуб-канал, если в телеграме я меньше как-то проявляю активность, то в ютубе это просто, там же много комментариев, я там вообще секу, прям все контролирую, как орлица над орленком. Там, смотрите, демон пьет воду, демон, ну ты ж пил из чашки, глянь, так, иди. Понимаете? И если бы я этого не делала и позволяла у меня на канале заниматься преступной деятельностью, извините, я была бы виновата? Или я такая принципиальная? Что это за принципы? Не-не-не-не-не-не, он виноват, он виноват. Да, он сам этого не делает, он там сам не продавал, да, не снимал гадость. Но, извините, он, ну, демон, он потакал, он создавал возможности и условия. Поэтому, да, я считаю, он виноват, ну, однозначно. И вообще свобода слова не имеет к этому никакого отношения, понимаете? Между свободой, да, ну, демон, между свободой слова и соблюдением закона нужно вообще-то как-то понимать разницу, да, а не анархией заниматься, ворочу, что хочу. Тогда, получается, побеждает тот, который самый наглый. А люди, а люди честные всегда будут проигрывать. Да нет. Нужно соблюдать закон. Нравится, не нравится, нужно соблюдать закон. Павел решил, что он вне закона, соответственно, он заигрался. Да, потому что, когда ты вне закона, плюс ты имеешь материальные обязательства, материальные обязанности, материальные зависимости от совсем нехороших людей, рано или поздно эти люди тебе напомнят о долгах. Напомнят. Сначала они будут тебе давать деньги и говорить, это тебе деньги, потому что ты такой классный, мы тебя так любим, да, как Жириновский. Паша, ты такой хороший, возвращайся домой, да, он ему говорил, ты такой классный парень, возвращайся. Интересно, а что ж так Павел не вернулся, потому что не дурак. Понимаете? Вот. А потом вдруг риторика сразу меняется, ему говорят, нет, Паша, ты будешь делать то, что тебе сказали, и не рыпайся. И тогда Паша, он вдруг увидел реальную картину. Посмотрите, а что ж происходит? Действительно я заигрался? И тогда он вспоминает про закон, он тогда вспоминает про страну, в которой по строгости закона, тогда он летит во Францию, гражданином которой он является. И он летит в страну, в которой просто так, без суда и следствия, его не поставят в позу, ничего не отберут и не заставят. Он вдруг вспомнил про закон, когда его самого взяли за одно место. Тут он вспомнил про закон, ваш Паша. Да, ваш Паша. Но, собственно, так как он все-таки, персона важная, и его этот проект, его мессенджер тоже очень серьезен и важен. Мало того, там очень много важной информации, на самом деле нужной для разных спецслужб, да. Я, собственно, думаю, что и для украинских тоже спецслужб, там очень много нужной информации, да. Очень много. Кстати, я думаю, все уже напряглись, наши предатели разные, которые сдают там разные украинские объекты, которые через телеграмм общались с российскими агентами, да, своими. Я думаю, вы уже все напряглись и обосрались. Мне еще кто-то не понял, что вам песец. Напрасно, напрасно. Демон, скажи, 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 вам всем песец пришел. Всем-всем, да. Потому что дурову всех сдаст. Ну, сдаст всех. Да, там будут нюансы, будут какие-то хитрые моменты, возможно, где-то что-то, ну, в принципе, есть там карта украинного оружия, где-то, ну, может, кто-то будет там, не знаю, там, передать, кто больше передачки, да, в тюрьму ему отправит во французскую, тех, может, он и не сдаст. Но вы понимаете? Ну, это так, это, я так предполагаю. Но все равно, все равно, там просто по определению карта рыцарь Пентатли я тебе отдаю. Да, перестань, ну, ты посмотри. Передача, передача чего-то материального. Поэтому, конечно, он передаст просто, ну, в смысле, он передаст, что там, коды, доступ, информацию, понимать. Передаст, конечно. Вот, так что, кто пытался что-то скрыть через Телеграм, напрасно, напрасно. Только честные люди, которые пользовались Телеграмом, могут дышать спокойно. Вот как мы с вами, например, мои хорошие, как мы с вами. Когда у тебя чистая совесть, ты можешь спать спокойно. Знаете, заплатил налоги и спит спокойно на вокзале. Так, ну, хорошо. Так, давайте тогда же разберемся все-таки, а что же ему грозит? Давайте, что же его ждет, да? Скорее всего, всем интересно, а что ж будет? Павел, Павел Дуров, что ж тебя ждет? Выпала у нас королева Пентатли. Ну, я говорю, вы поймите, ничего его, ну, у него нет никакой трагедии. Уже у него все хорошо. Что же тебя ждет? Что тебя ждет? Королева Мечей. Тройка Мечей. Маг. Пажезла. Девять Пентатли. Так, придется ему свое перевозить, куда-то перевозить свои деньги, деньги, куда-то будет перевозить. Либо он вообще свой бизнес будет куда-то перевозить. Либо как-то будет, возможно, ну, вот что-то материальное, что-то материальное, в каких-то, ну, начнутся какие-то дороги по передвижению чего-то материального. Опять же, очень много Пентатли в их карте. Вот опять информации какие-то про бизнес, какие-то разговоры про бизнес. Самое интересное, будут ли у него неприятности? Не, ну, конечно, будут в определенной степени, поскольку начнется разбор полетов. Начнется разбор полетов, поскольку все равно система судебная, система им займется. Мы видим маг, манипуляции по тройке мечей, по королеве мечей. Начнется разбор полетов. Допросы, опросы, получение информации по королеве мечей. Прежде всего, это много информации различной. Конечно, она будет неприятная по тройке мечей. Чего же тут приятного? Но, заметьте, это не десятка мечей, да? Не десятка. И вот разные такие манипуляции его ждут. Не очень приятные. Но, тем не менее, при этом, еще он хотел сохранить свое дело. Ну, вот видите, он его, по сути, сохраняет, да? Перевозит, перемещает, сохраняет. Но, конечно, это не самый приятный процесс. Не самый приятный процесс. Так, есть ли у тебя угроза для жизни, Павел? Есть ли угроза для жизни? Угроза для жизни. Подвешенный. Да. Он имеет мир. Он имеет реальную угрозу для жизни. Но здесь есть шанс на спасение. Он действительно, скорее всего, вот в этой ситуации, с которой он избежал, понимаете, его уже были уверены, что он никуда не денется и будет стоять в той позе, какую поставят. А тут хоп, и он сбежал. Вот он, видите, спасся, спасся, спасение, спасение. Но так просто кремлевские не отпускают. Естественно, естественно, будут попытки в мире его таки достать. Я думаю, на Павла могут быть попытки какие-то покушения, попытки его достать даже там, где он спрятался. Такие попытки будут, и ему явно грозит опасность. Но про убийство, я думаю, все-таки у нас 9 жезлов ему в помощь. Все-таки ему в помощь. Опять кубка, видите, по звезде, по влюбленным. Понимаете, его спасение, это его же договоренности. Вот его спасение, хоть он и в разочарованном состоянии, но его спасение, это его договоренность. То, что он отправился во Францию, то, что он принял такое решение, да, перейти на сторону закона все-таки, даже если это неприятно, но это все равно для него более безопасно, чем с такими богатыми, сладкими, казалось бы, да, но бандитами и убийцами, террористами. До него вдруг дошло, что Россия, оказывается, страна, террорист, убийца. Дошло до него ровно тогда, когда это коснулось его. Раньше он не понимал, да, то есть, когда через его канал творилось Божье наказание, он не понимал, он держал нейтралитет, да, якобы. Хотя, на самом деле, есть много информации, что сливал он какие-то моменты, которые требовал Кремль, сливал, аж бегом, да, и это много об этом разговоров, на самом деле. Но это же тогда его лично это не касалось. Сейчас это коснулось его лично, красивого такого, понимаете, и, соответственно, он... Вспомнил про закон. Ну, видимо, вовремя вспомнил. Хорошо, что вспомнил, потому что еще бы немножко, уже бы, наверное, ему ничего не помогло. Ну что, будет он в собственном доме, возможно, это какой-то... Возможно, это даже домашний какой-то арест, либо в каком-то месте. Ну, это не похоже, да, совсем на какую-то страшную-страшную такую тюрьму с какими-то там мигрантами вместе, наркоманами, да, или какими-то там, ну, теми, которые у него же на канале совершали свои преступления. Нет, мне кажется, это все-таки в каком-то доме, да, он более приятным для него, более приятные условия, чем могли бы быть. Так, ну что его ждет? Выбор у него будет определенный, связанный с его работой, по умеренности. Это история долгая. Столкнется он все равно с королем мечей, столкнется он со страхом, потому что так, еще раз, так просто его не отпускают, конечно. Мы не видим 10 мечей, мы видим 10, 9 мечей будет страшно, страшно будет. У-у-у, смотрите, а 10 мечей страшно, а смотрите, а по правосудию, по правосудию. О, как! А, и вот от Ярофанта. Страшно будет, страшно будет. Но вы понимаете, оно, если сразу его не достанут, вот сразу нет, мы видим подвешенный, да, мир и спасение. Сразу, с первой попытки, так сказать, его не достанут. Но, со временем, да, как развиваются события, мы смотрим. Развиваются события уже менее благоприятно. Сначала вроде ничего, но со временем, то есть по умеренности проходит время, и появляется некий король мечей, 9 мечей, 10 мечей по правосудию. Это как приговор, мои птички. Это уже похоже на слово приговор. Вынести приговор в исполнение руками некого наемного, по сути, убийцы. Ну, такое. Очень бы не помешало вот этому дому, да, к этим крепким стенам, да иметь надежную охрану. Да иметь надежную охрану. Потому что я считаю, что сначала у него все будет более-менее. Он получит, конечно, проблемы определенные. Ну, вот относительно такие, не такие уж страшные. Проблемы от королевы мечей, скажем, да. От закона пусть это будет. Но в дальнейшем, по умеренности, знаете, тут они умеют ждать. Они умеют ждать. Возникнет ситуация, когда может немножко расслабиться человек, да, почувствовать, что ну вот уже я и чего-то избежал. Он действительно избежал. До него все равно дотянутся. Будет, я думаю, будет несколько попыток дотянуться до него. И, скорее всего, попытка, которая будет с течением времени по умеренности, она может быть удачной. И ему реально грозит опасность серьезная. Не сейчас. Не сейчас. Возможно, это связано с тем, что он уже что-то сделает. То есть сейчас они ждут, как он себя поведет. А когда он будет понятно, что он сдаст определенные там информацию, там что-то он сдаст. Доступ к информации, да. То, понимаете, скольких людей, интересы он затронет. Сколько преступного бизнеса он разрушит. Сколько страшных, страшных людей, там разных, окажутся в результате сданной им информации, кто в потерях, кто в заключении, да. То есть это же серьезное дело. Там в Телеграме, там, да, что-то, я так понимаю, там писали всяко-разно. И, соответственно, он станет врагом для очень-очень многих нехороших людей. Начиная с самого, так сказать, Иерафанта в Кремле. Кто там у них Иерафанта сегодня? Не понятно. Такие дела. Сначала, смотрите, ситуация. Сначала он действительно спасся, потому что было бы хуже. Дальше будет больно, но не страшно. Ну, то есть как бы так. Он может немножко расслабиться в этом положении. Сдаст какую-то информацию, будет сотрудничать однозначно. И по результатам его сотрудничества будут попытки его таки достать. И эти попытки могут быть результативными. Могут быть результативными. Это будет как приговор, как казнь. То есть, возможно, какая-то мафия, кто-то еще вынесет ему приговор. Либо сам Кремль вынесет ему приговор. Я так понимаю, судя по панике, по визгам, которые происходят сейчас на этих Z-каналах, там же что-то связано и с военными процессами какими-то. Они там в Телеграме передают разные приказы и общаются друг с другом. То есть, там это все держится на Телеграм-каналах. Вообще, писец. Нормально вообще. То есть, ну, это их проблема, да, что они такие бестолковые. Но все равно. То есть, по сути, может у них там поломаться вся хатка. То есть, серьезное дело. А он один, вот этот один парень, и на нем держатся целые проблемы. Целых вот этих вот, целой армии, мафии разной. И не только связанной с этими незаконными, так сказать, препаратами, да, надо аккуратно говорить. Но и разные там незаконными другими действиями, да, которые там с детьми, детей касаются. В общем, я думаю, там все. Там и женщины, и дети, там все. В Телеграме, я думаю, всего хватает. Надо же такое. И вот это все вместе, все вместе, все это станет. Если это все было, он как бы прикрывал это, ну, хотя, не хотя, не имеет значения, но прикрывал. То теперь он станет, как бы он сдаст все это, да. То есть, представляете, степень врагов его, уровень, да, уровень. Ну, жесть, конечно. Ну, понимаете, а выхода-то нет, потому что спасаться нужно здесь и сейчас. Спасаться-то нужно здесь и сейчас. Что будет завтра? Да завтра надо еще дожить. Ага. Так. М-м-м-м. Павел Дуров уехал из России, когда правительство попыталось взять под контроль его компанию Телеграм. Телеграм, работающий в социальных сетях. Вот. То есть, видите, оно таки было, да. Оно таки было. Он уехал. Но тут его таки они все равно достали. А давайте мы, знаете, что посмотрим. А сотрудничал ли он, этот Павел Дуров, Павел Дуров, сотрудничал ли ты с кремлевскими властями, с ФСБ? Сотрудничал ли ты с ФСБ? Сотрудничал ли ты с ФСБ? Конечно. Ну, птички мои. Восемь пентаклей. Ну, что это? Конечно. Конечно. Смотрите. Непосредственно информация. По информации. Сотрудничал. Сотрудничал. А почему же тогда ты вот сейчас бежал? Вот ты с ними сотрудничал, сотрудничал, сотрудничал. Получал от них, я так понимаю, хорошее вознаграждение. А почему ты сейчас бежал? Хлопотно это стало. Видите? Хлопотно стало. Почему ты сейчас бежал? Работа. Императрица. Опять то же самое, вы понимаете? Потому что угроза была жизни. Ну, тупик. Вот видите, то же самое. Помните, я вам говорила? Тупик. Угроза. Это тупик для жизни его. Его поставили в какую-то безвыходную ситуацию. Его поставили, и это касается его дела. Это касается его дела. И жизни. Это как бы дело его жизни, по сути. Его поставили просто в безвыходную ситуацию. Вот тупик загнали. И он вот так вышел, таким путем. Ну, теперь, конечно, он будет иметь... Вот смотрите. Мало того, что он сотрудничал. Во-первых, он, видите, относительно вот этих всех военных служб, относительно СВО, как они говорят, да, российской, также, видите, имел. Видите, какое сотрудничество. Страшные, страшные вещи через канал происходили. Страшные вещи. Кстати, вот эти все жуткие фотографии, которые выставляли, да, отрезанные там разные, ну, вы поняли. Просто нужно, ну, упоминать это все. Поскольку Ютуб все-таки не ведет себя, как Павел Дуров, Ютуб очень ограничивает разные всякие словечки. Иногда аж заната, да, но тем не менее. Вы видите? Смотрите, связанные с войной, да, какие-то такие жуткие вещи. Ай-яй-яй. Ну, хорошо. А что Кремль хотел? А давайте попробуем. Чего же он хотел? Ну, я понимаю, что, как, может быть, забрать контроль на Телеграмом или как-то, ну, что-то такое, да, как-то... Чего хотел Кремль? Давайте спросим. Чего Кремль хотел? Чего они хотели от тебя? Чего они от тебя хотели? Так, закон. Чего они хотели от тебя? Угу. Угу. А хотели они на уровне государства? На уровне государства. То есть уже не на уровне каких-то бандитов, да, или что-то такое. На уровне государственных каких-то важных королей жезлов получать... слушайте, украсть, я так понимаю. Ну, по сути, украсть, украсть. Иметь возможность подлым действием, хитрым, подлым каким-то действием относительно неких государственных людей, лидеров. Лидеров каких-то. Какие у нас государственные лидеры вообще в Телеграме что-то там пишут? Что есть такие, да? Есть такие. И это касалось бы вообще не в России, не внутри России. Это казалось бы мира. Они, я поняла, они пытались получить контроль над некими странами через их лидеров, через их каких-то важных королей. Держать их под контролем, шантажировать, контролировать. И это касается вообще разных стран, других стран. Видите? Ну, кого-то шантажировать, кого-то контролировать, кого-то запугивать. Прямо государственных каких-то людей. Ну, это вот лидеры какие-то там, не знаю, там мало ли, какие-то там депутаты, конгрессменты. Серьезные, серьезные лица. Политики. Ну, вы не так, это, видите, правосудие и король жезлов. Это политики. Это серьезные политики. И иметь возможность управлять, конечно, еще какими-то материальными делами в свою, ну, как, в свою пользу. Какие-то материальные потоки направлять по колесу фортуны, направлять какие-то материальные потоки, ну, вот, в своих интересах, конечно. Ну, понятно. Все хотели они. Хотели, по сути, все. Ну, иметь, иметь власть, иметь давление на иерофантов, оказывать давление. Ну, понятно. Понятно. Они хотели получить полный контроль и с помощью этой информации, которой бы они владели, оказывать влияние на политиков, на всякие другие государства, иметь информацию, которую бы они шантажировали, иметь информацию, которую бы они могли запугивать, влиять и получать все, что они хотят. Ну, в общем, полный контроль. Вот что они хотели. Они хотели получить полный контроль, плюс какие-то материальные, финансовые, также интересы. Ну, видимо, Павел охренел от этого всего. Понял, что его попытки держать нейтралитет с Кремлем не проканают, потому что он уже не раз подзамарался, а он сотрудничал. Ну, видимо, тогда это все прикрывалось, там, мало ли, патриотическими интересами, да, там что-то такое. Я думаю, он сдавал. Он сдавал, периодически были доступы, да, сдавалось. Плюс большие деньги, какие-то огромные деньги. Конечно, он сдавал, видите, через, вот, императору, непосредственно власть, он сдавал нужную информацию, но пока это, видимо, казалось для него все как-то так, знаете, ну, я к этому не имею отношения, да, типа, ну, это все власть, я не имею к этому отношения. А тут его взяли за яйца, понимаете, непосредственно, за его императрицу, за жизнь его, и все, и все. И он понял, что он заигрался, что он заигрался, вы понимаете, вот такое вот давление. Поэтому он избег от Иерафанта, и сбег, сбег в нормальную, как бы в семью, в нормальную семью со своим Пентаклем за защитой, понимаете, сбег в нормальную семью за защитой, чтобы спастись. Ну, в общем, мои хорошие, все то же самое. Все то же самое. Из важного, будет ли работать телеграмм, да, это важно? Это важно. Давайте. Телеграмм. Будет ли работать телеграмм? Продолжит ли работу телеграмм? Да, пока да. Мы не видим ограничения на сегодня. Будет работать. Возможно, то, что я вам говорила, возможно, будет там какое-то перемещение, видите, спасение. Спасение в тяжелой ситуации, да, это куча проблем, ну, видите, какое-то будет передвижение для спасения. Ну, я вам хочу сразу сказать, удары, особенно материальные удары, телеграмм будет получать еще какой, еще какие. Но пока работать он будет. То есть, сейчас нам быстренько менять. Вот по материальному, то есть, он потеряет деньга. Вот там, где материальные, у него будут потери. Пока. Но они такие, знаете, это потери, ну, которые потом он сможет как-то возместить, конечно. По колесу фортуны, это такая потеря. Сегодня теряешь, завтра находишь. Определенные ограничения, ведь аж в конце колоды, определенные ограничения и удары, связанные с разочарованием, конечно, он будет иметь определенный, да, мы это видим уже в конце колоды, да. Ну, в принципе, как-то все обходится. Как-то все обходится именно по причине того, что по влюбленным, да, он таким. Ну что, доживешь ли ты, доживешь ли ты до своего сорокалетия? Доживешь ли? Ой, не знаю, мои хорошие. Ну, тут такое, возможно, будет информация о его смерти, например, где-то он проснется, все, у меня уже люди, возможно, где-то он проснется под другим именем, не знаю, возможно, будет информация только о его смерти, мало ли. А возможно, на самом деле, потому что подвешены в конце колоды. Что вам сказать? Ходит он буквально по лезвию бритвы, вот прямо по лезвию бритвы, там бы он попал в полную зависимость от Кремля, и это для него оказалось хуже намного, чем вот так рисковать жизнью, но все-таки по правосудию. Но его выбор такой. Возможно, ему дадут просто действительно начать новую жизнь, кто знает, если не убьют. Ну, тут серьезные карты, мои хорошие, вот прям серьезные карты. Единственное, что дает шанс ему, это как бы паш, кубка, возможно, это будет только информационная смерть, может быть, да, какая-то рыцарь мечей. Ну, в общем, будет он нагребать, конечно, для него реально есть угроза, реальная угроза, реальная, это факт. Так что, доживет ли он до 40-летия, зависит от его удачи. Зависит от его удачи. Такие дела. Люблю, целую. Пишите, пишите вопросы, вопросы, пишите. Телеграм-канал пока не удаляем, но, но, думаем, что говорим. Пишем. Увидимся.